Дима Тихонов Кстати, Женя Потопчук приехал аж из Челябинска, где о нем, как и музыканте, не говорил, ну только ленивый. А зачем же столь разные музыканты собрались в одну группу? Ответ вы узнаете в конце нашего репортажа. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно? Писал Владимир Маяковский. Но знали ли вы, что совсем недавно образовалась музыкальная группа, назвавшая себя в честь великого поэта? Побывав на их презентации, я задалась вопросом. Ведь если музыкальная группа Маяковский образовалась, значит это кому-нибудь нужно? Но чтобы найти ответ, надо сначала разобраться, почему такие разные музыканты собрались в одну группу, и кому же все-таки пришло в голову такое название? Настоящий творческий человек, в том числе музыкант, он всегда находится в поиске. Вот все из нас что-то искали в жизни, и вот мы нашли друг друга и поняли, что нам надо сделать нормальную группу, с нормальной музыкой, чтобы выступать на сцене и кайфовать от этого, и дарить радость людям, которые будут приходить, надеюсь, на наши концерты. Мы друзья, мы дружим, мы знаем друг друга давно, вот единственное, я там, ну, с Илюхой мы познакомились непосредственно в группе, но ребята, мы все между собой дружили. Илья с Женей имели багаж очень хороших песен, я надеюсь, вы их сегодня оцените. И ребята предложили нам замутить такую тему, мы как бы послушали и поняли, что это как бы очень круто. Почему Маяковский? Во-первых, это запоминается сразу же. Во-вторых, если разбирать и брать личность самого великого Маяковского, мы нашли некие общие черты с нашим коллективом. В-третьих, Маяковский был абсолютным революционером своего времени, абсолютным эпатажным персонажем, он был абсолютным рок-н-ролльщиком своего времени. Мы хотим быть такими же, как и он, и, по крайней мере, стараемся. Поддержать ребят приехали многие звезды шоу-бизнеса, а мероприятие провел известный актер Станислав Ярушин. В этот день группа Маяковский презентовала не только себя, но и свой дебютный клип на песню «Нравится». Главных героинь выбрали по итогам конкурса. Ими стали я и замечательная девушка Алина, которая специально приехала на съемки из Казани. Клип получился настолько зажигательным, что превзошел все ожидания не только зрителей, но и самих ребят. Ожидали и получили, как мне кажется, на выходе абсолютно аутентичные вещи. Это драйв, это позитив, это прекрасное настроение, весну какую-то, если я не знаю, если можно так выразиться. Но она действительно получилась очень добрым, приятным, весенне-летним. Было желание, чтобы видеоряд добавил этой песне очень простой, веселой, такой незатейливой песне, летней, весенней, как его ни назови. Чтобы он добавил ей еще красок, каких-то эмоций. И это получилось. Это самое главное. Во время презентации я заметила, что песни у группы Маяковский совершенно разные. То они про соседей поют, то про то, что нравятся девушке. О чем же тогда будет их последняя песня? А зачем смотреть в такие дали? Надо писать, пока пальцы пишут, пока мозги думают и пока пальцы играют. Так загадывать далеко мы не можем. Мы надеемся, что группа Маяковский это надолго. Надолго и серьезно. Я думаю, что группа Маяковский никогда не споет о внутреннем валовом продукте и транзакции татнефти в индустрии сибирской нефтяной магистрали. Маяковский никогда не споет плохие песни. И это будет хорошим ответом. Парни в группе Маяковский целеустремленные и уверенные в своих силах. Не сомневаясь в том, что группа образовалась надолго. Но чтобы добиться успеха, нужно строить планы. Ведь слушателю надо постоянно удивлять. И группа Маяковский даже знает чем. В принципе, Маяковский уже перевернул мир с ног на голову. Мы продолжаем его дело, так сказать, только музыкой. Перевернем ли или не перевернем. Главное, чтобы нас от этого таращило и мы от этого кайфовали. Главное, чтобы переворачивало нас. Нас переворачивает, а всех перевернет. Я надеюсь, да. По крайней мере, залы там, где мы будем выступать, куда нас будут пускать выступать, мы будем переворачивать, это уж точно. Мы очень надеемся, что многие люди узнают о наших гладиаторско-богатырских подвигах. Будут приходить и переворачиваться вместе с нами. Но самое главное, чтобы один человек не переворачивался. Владимир Владимирович Маяковский. Маяковский. Когда-то поэт, а теперь новая музыкальная группа. Так зачем же ребята объединились в один коллектив? Я уж было хотела спросить у них, но нашла ответ сама, когда танцевала и пела на танцполе. Поверьте, эту группу ждет большое будущее. Именно эту песню, о которой говорили ребята, что она будет их самая последняя, мы услышим, ой, как не скоро. Группа Маяковский перевернет мир музыки с ног на голову. Ну а с вами была Солнце. Улыбайтесь чаще. Пока!